Если сложить, сколько времени каждый из этих людей ждет собственную квартиру, на всех выйдет больше 40 лет. 22 человека с историями об обманутых ожиданиях и потерянных деньгах. Как долго ждете квартиру собственную? Я не помню. 3-4, кто и 5 лет ждет. Купила в 2006 году ЗАО «Сафи», ЖК «Ямайка», город Сочи, улица Крымская 166, по ФСЗ 214. Разные судьбы, но одна и та же проблема. Вложенные в строительство, порой последние деньги и в итоге статус обманутого дольщика. Добиваться правды жители Кубани пришли в прокуратуру. Для того, чтобы разобраться в каждой конкретной ситуации, в Краснодар приехал заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть. Вместе с губернатором региона Вениамином Кондратьевым он провел прием граждан. Ну, я представляю жилище... Настроение у вас хорошее? Ну, не часто с такими людьми я общаюсь, конечно, хорошее. Только оптимизм заставляет и дальше бороться за свое жилье, рассказывают люди. Некоторые объединяются в группы и даже проводят собственные расследования. Стройка стоит с зимы прошлого года. По всем трем ЖК, по ЖК «МИР» выявлен факт нецелевого использования денежных средств на сумму 228 миллионов 200 тысяч рублей. Мошеннические схемы незамысловаты. Компании собирают деньги с дольщиков, чтобы начать строительство. Для вида возводят несколько этажей. Затем у застройщика неожиданно заканчиваются деньги. Фирма становится банкротом, а люди остаются ни с чем. По словам Андрея Кикотя, у генеральной прокуратуры позиция одна. Добиваться, чтобы такие бизнесмены отвечали по всей строгости закона. В любом случае вас никто не бросит. Это вы можете однозначно для себя впитать эту позицию. Вот губернатор сидит в крае, ну то есть тут уже, наверное, как бы обратной дороги нам нету. Мы тоже имеем, скажем так, честь и слово свое, которое держим. Движение будет поступательное. И в любом случае тот, кто должен ответить, он ответит. И поверьте, никто не уйдет. Нет какой ответственности. Она будет достаточно жесткая. На прием в прокуратуру пришли не только обманутые дольщики, но и те, кто купил квартиры в так называемых самостроях. С одной из таких историй приехали жители Анапы. Несмотря на то, что люди сами приобретали квадратные метры в незаконно возводимых домах, отвернуться от них власть не может, подчеркнул губернатор. Если там возможно, все-таки, не нарушив сегодняшнюю высотность, вам дать возможность построить легально, то есть в рамках закона, там сколько, пять, шесть этажей, сколько позволяет высотность, то я думаю, что мы постараемся пойти навстречу, но еще раз подчеркиваю, в рамках правового поля. Мы же хотим, чтобы Анапа осталась курортом, а не превратилась в спальный район. Поэтому, конечно, мы должны заменять жесткую позицию и ни в коем случае от нее не отступать. В противном случае мы потеряем Анапу как курорт. 22 человека, которые пришли на прием в прокуратуру, лишь вершина айсберга. Обманутых дольщиков крают только в официальном реестре – 883. Но и это не окончательная цифра. Проблема приобрела огромный размах. 45% застройщиков в регионе работают с нарушением обязательств перед дольщиками. И обманутыми среди них могут оказаться около 6 тысяч человек. Дело в том, что по закону получить статус обманутого дольщика могут только те, у кого просрочка сдачи дома превышает 9 месяцев. Поэтому и многие контролирующие организации реагируют на ситуацию с большой задержкой. Не нужно ждать 9 месяцев, коллеги. Не нужно. Вот контроль за любым строительством нужно начинать с момента того, как застройщик приступил к этому самому строительству. В противном случае мы упускаем и потом время, упускаем застройщика, упускаем его активы и саму возможность вовремя, если даже мы это видим, остановить вывод денежных средств, которые у дольщиков собрали. Но здесь мы должны не допускать. То есть ситуацию, которую мы сегодня имеем. А это в наших силах. Почему сидят и главы, и прокуроры вместе? Коллеги, потому что вы вместе отвечаете за район. Если мы хотим реально разобраться с проблемами, эту работу, считаю, необходимо начинать в период текущего строительства дома. Как только застройщик отклоняется от плана графика, минимум на 20-30%. С сегодняшнего дня, я считаю, мы должны глобально перестроить форму отношения к этому явлению. И расширить круг ответственности и ответственных лиц за это правонарушение. Чтобы составить реальную картину в ситуации с обманутыми дольщиками, по решению заместителя генпрокурора, 6 декабря по всей Кубани пройдет прием в местных прокуратурах. С двух часов дня до шести вечера люди смогут предоставить собственную информацию по долгостроям. Для тех, кто прийти не сможет, будет работать горячая линия. Вопросы у Андрея Кикотя были и к главному следственному управлению краевой полиции. По его мнению, в судах необходимо требовать максимальную меру наказания для строителей-мошенников. У вас есть факты, где по 300, по 400, по 500 миллионов воруют, он сидит на домашнем аресте. Ну, значит, выходите, обжалуйте, объясняйтесь, куда, какой домашний арест. Там у людей дома нету, так к нему лучше тогда подсадить кого-то, чтобы жили там, вместе с кого он обманул. Основатели строительных пирамид, по-другому их назвать сложно, зарабатывают на людях даже не миллионы. Прокуратурой края в суды поданы иски о взыскании с таких предпринимателей почти 2 миллиардов рублей. На сегодня вернуть удалось 800 миллионов. И здесь необходима слаженная работа всех, от муниципальных чиновников до правоохранительных органов. На совещании в прокуратуру также пригласили председателя краевого суда и руководителя регионального следственного комитета. Вы каждый день ездите на работу по своим районным центрам, городам, и главы районов, и прокуроры. И вы прекрасно видите, если стройка остановилась в многоэтажке, то должно что-то ёпнуть, что что-то значит не так. А не ждать, кто это среагирует, глава района должен, или прокурор, или вы ждете, кто тоже быстрее среагирует. А в конечном итоге у семьяня получается дитя без глаз. Борьба с недобросовестными застройщиками вышла уже и в интернет. По требованию прокуратуры заблокированы 20 сайтов, на которых продавали квартиры в проблемных домах. И сегодня было решено разделить Краснодарский край по зонам, где больше всего обманутых дольщиков. Это Краснодар, Сочи, Анапа и Геленджик. Специально созданные комиссии займутся наведением порядка в строительной сфере, а в краевую столицу направят сотрудников Генеральной прокуратуры. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Александр Иванов, Кубань-24, Краснодар.